Всем привет! Сегодня я вам покажу и расскажу о том, как устанавливать клапана. У многих начинающих мотоциклистов, если им всего определенных обстоятельств пришлось все-таки снимать и, например, менять клапана, процедура обратной сборки может вызвать некоторые затруднения. Поэтому я расскажу и покажу, как это делается. Собираю я ГБЦ на базе питбайка с двигателем UX-150. Но так как устройство всех ГБЦ мотоциклов в принципе идентично, поэтому данное видео можно использовать как руководство к установке клапанов на практически любом мотоцикле. Собственно, нам понадобится сама головка блока цилиндров, клапана, их может быть 2, 4, 5, в зависимости от модели мотоцикла. Клапаны и пружины, опять же, их может быть по одной на каждый клапан или, как в моем случае, две пружины. Понадобятся маслосъемные клапачки, тарелки и сухарики, которые фиксируют тарелки на клапанах. Также могут быть какие-то дополнительные шайбы, это уже зависит от модели мотоцикла. Также нам понадобится специальный инструмент, стоит недорого, в Китае заказывается легко, очень сильно облегчает жизнь. Начинаем процедуру, в первую очередь, с установки новых маслосъемных колпачков. Они стоят совершенно недорого, поэтому их желательно менять при каждой разборке. Устанавливаются они элементарно. Просто берем и на направляющий клапана их насаживаем. Один и второй. После установки маслосъемных колпачков устанавливаем на место клапана. Я начну, например, с выпускного клапана. Перед установкой желательно шток клапана смазать маслом, для того, чтобы он легче скользил по направляющей, меньше нагревался. Не было там между ними никаких трений и перереканий. Все, клапан установили. Можно его подвигать чуть-чуть взад-вперед, чтобы масло хорошо все там смазало. После установки клапана в направляющую одеваем пружины. В моем случае это две пружины. Пружина с меньшим диаметром и с большим диаметром. Пружина с меньшим диаметром устанавливается внутри большой пружин, и все это хозяйство одевается на посадочное место. Единственный нюанс, обратите внимание, что пружины должны быть направлены в разные стороны. То есть вот это у меня, например, закручено по часовой стрелке. Эта пружина, соответственно, против часовой стрелки. Не перепутайте. Вот. Пружины одели. Вот так вот поверну, чтобы было лучше видно. Вот пружины у меня одеты. Все. После этого берем тарелку. Два сухарика. С сухариками поаккуратнее. Они имеют свойства теряться. Значит, после этого специальным инструментом, вот этой частью инструмент упирается в тарелку клапана, вот сюда. Вот этой частью он упирается в тарелку. Мы его закручиваем, тем самым сжимаем пружину, вставляем сюда вот в посадочное отверстие сухарики и раскручиваем. И когда пружина начнет распрямляться, сухарики зафиксируют тарелку на клапане. Все. После того, как мы сжали пружину, берем сухарики. Для этого лучше использовать отвертку с магнитной головкой. И аккуратненько устанавливаем их на место. Все. На выпускной клапан сухарики установлены. Повторяем процедуру для впускного клапана. В принципе, на питбайках пружины не очень сильные используются, поэтому можно даже, скорее всего, и руками их сжать. Так, когда установили все на место, в качестве альтернативы вот такого инструмента, который в основном используется на больших мотоциклах, можно использовать вот такой набор. Значит, он состоит из резинки двух железяк. Смысл какой? Вот эта резинка подставляется сюда. Вот эта железяка используется для того, чтобы рассухарить. То есть мы берем вот так вот, надавливаем, либо ударяем молотком, и они рассухарятся. Соответственно, вот эта железка нужна для, наоборот, чтобы их засухарить. Соответственно, вот этой черной частью мы упираемся в сами сухарики. Внешняя металлическая часть давит на клапан, и, соответственно, мы давим. Можно даже, скорее всего, это сделать рукой. Вот, все достаточно быстро и просто. Но, опять же, еще раз повторюсь, это больше подход для питбайков на больших мотоциклах. Ставят достаточно мощные пружины, и там руками будет это сделать достаточно проблематично. Собственно, все. На этом установка клапанов завершена. Остается только собрать головку обратно и установить ее на мотоцикл. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok